Вы понимаете, когда артист высказывает свое мнение, политическое, это мнение гражданина в первую очередь, и не имеет никакого значения, какой профессией он занимается, дворник он или народный артист Советского Союза. Человек имеет право на свое мнение, он имеет право его говорить. Мы можем с ним соглашаться, с этим мнением не соглашаться, но мы его слушаем, мы его уважаем, мы его понимаем. Ну это как, это обычная демократия, которая, каждый имеет право на свое слово. Я слушал там и тоже оппозиционерку Ахиджакову, и Фатееву, там, Макаревича, Собчак. Вы понимаете как, я не согласен в каких-то моментах, но это совершенно не повод для дебатов с ними. Как правило, люди, которые с чем-то не согласны, они пытаются не только балаболить, но и делать какие-то вещи, которые бы помогали доносить эту позицию и улучшать ситуацию, которая складывается. Если твое мнение никаким образом не может помочь, ну это как лично моя сугубо такая позиция, я не стану высказывать то мнение, которое будет как пустозвонство, понимаете, как просто языкотреп. И очень многие наши оппозиционеры, они выглядят, ну знаете, как клающие собачонки, потому что какие-то вещи я, например, для себя не понимаю. Да для чего это говорится? Зачем это говорится? Ради чего? Не понимаю, не понимаю. Есть, да, совершенно интересные вещи, которые я послушаю, скажу, блин, ну здесь и... Но в большинстве случаев то, что доносится нам через СМИ, там очень как-то все нелепо, я бы так сказал. Это не помогает ни России, не улучшает ситуацию там с партнерами западными. Ну, не знаю, знаете, очень многие люди, артисты, у которых не очень хорошо все складывается в карьере, начинают влезать в политику, потому что это сразу становится во всеуслышание, понимаете? То есть как важно иметь принципиально другое мнение, чтобы тебя услышали. Это не всегда верно, не всегда правильно. И когда у человека это идет не из головы, а какой-то, знаете, как заученный текст, это же очевидно. Это сразу видно и смотрится безумно глупо и нелепо. Поэтому таким людям, конечно, говорить о политике не стоит, которые на любой вопрос поплывут, как на корабле. Поэтому, не знаю, демократист, ничего хочешь, ты и говори, понимаете? Это большой плюс. Поэтому вот у нас иногда там кто-то что-то какие-то мнения кидает. Ну, как правило, это все затихает через сутки. И понятно, что и ролей новых не приходит после этих там каких-то выпадов, и песен новых не предлагают, и концертов-то новых нет. Не так надо артисту работу искать себе. Не в том русле, понимаете? И не такими способами, если это обусловлено тем, что обо мне забыли, отдай-ка я там скажу сейчас плохо про Путина, и сразу стану везде популярным. Понимаете как? Спасибо.